Я освободилась в ноябре, когда мне на следующий день по бумагам поставили запрет, сказали мне об этом через три дня, я начала думать, как его снять, потому что поняла, что взвесившие все плюсы и минусы, я понимала, что мне немного не хватает смелости другими путями покинуть Беларусь. И появилась идея о том, что я хочу сделать все возможное здесь, чтобы его снять. Если не получится, то уже тогда покидать Беларусь какими-то другими путями. И тогда я написала... Сначала я просто пришла в инспекцию. Говорю, так и так, вы же мне говорили, когда я к вам пришла, что запрета не будет, что я буду учиться, лечиться, что хотеть делать и так далее. Моя инспектора куда-то сходила, вернулась, сказала, запрет вам не снимут. И еще такое интересное сравнение привела, она сказала, вы же не мужчина, который просто напился и кого-то порезал. Вы же не? Что она имела в виду, не знаю. Она сказала, что я украла у нее 2 года жизни, потому что у нее 2 года дети под охраной ходили и все такое. Поэтому мой следующий шаг стал жалоба на инспекцию в РУВД. Потом месяц эту жалобу рассматривали. Мне ответили, что нет, все, нарушений нет. Тогда я написала жалобу на РУВД в ГУВД. В ГУВД тоже провели проверку, тоже написали, что никаких нарушений нет. И тогда я подала в суд на ГУВД. То есть все это заняло месяца 3, потому что каждый этот ответ я ждала по месяцу. Они его до конца тянули. В целом я провела в Беларуси полгода после освобождения. Но я это называю 5 месяцев и 30 суток. Мне очень сложно полгода говорить. У меня прям говорит четко, что я провела 5 месяцев. И вот спустя 5 месяцев, получается, в день последнего суда, всего судов было 3 или 4. Гражданский суд по снятию запрета. Я прихожу на последний суд. Мне говорят, что запрет снят. У меня просто в 2023 году через суд снять запрет. Это же фантастика какая-то. Я счастливая, адвокат счастливая, все, мы выходим. Но тут у меня начинается какое-то предчувствие. И я пишу Егору, что мне кажется, это ловушка. Но я подразумевала, что мне казалось, они поставят новый запрет. Очень быстро как-нибудь это все сделают. То есть пока там базу обновят, поставят другой и так далее. Ну и вот я успеваю просто зайти в магазин за игрушкой, выйти. И меня задерживают за курение в общественном месте. Я сразу понимаю, ну то есть просто у меня сразу понимание, что вот это за мои жалобы, за этот снятый запрет мгновенное. Я им говорю что-то вроде, вы серьезно? Они такие, а что тут такое? И улыбаются. Когда мне показали удостоверение, я не вчиталась даже. Они были все по гражданке, как обычно. То есть форма у нас и не пахнет. Я не знаю, кому мы шили эту форму. Если честно, кому я шила целый год форму, если они вообще ее не носят, я не знаю. В итоге мне оформляют мелкое хулиганство. Якобы я около Октябрьского РВД махала руками, кричала, материлась и вела себя неадекватно. И все. Я получаю 15 суток. По истечению 15 суток меня вместо освобождения увозят на суд и добавляют еще 15 суток. Вот это меня и добило. Потому что Крестина в 2023 году выглядит так же, как в 2020, разве что там тебя не избивают. То есть для меня было абсолютным шоком, зайдя в камеру, увидеть, что это... Ну, а когда прошел суд и после ночи в обезьяннике, я отчасти уже, к сожалению, так как наученная, у меня была эта мысль, что зайти уже в камеру, присесть, прилечь, как-то выдохнуть. И я захожу в камеру, и там две кровати без матрасов, без подушек и 8 человек. Вот это был момент, когда я пришла. Там жутко душно сразу, ну, потому что такая маленькая комнатка, где куча людей. И буквально в течение часа меня сразу узнают. Это тоже психологически сыграло не в плюс, когда это ты та самая... Я тебе письма писала. И там оказывается женщина, которая в этот вечер выходила, которая писала мне в СИЗО. Она меня сразу узнает. У меня просто вот так уже все в голове разлетается, что происходит. То есть спят там все на полу. Всегда в камере есть бездомный, скажем так, человек в не лучшем состоянии. Поэтому вши... Ну, я зашла... Вот сразу мне сказали, что вши. В итоге я ими заразилась очень сильно. Пильевые вши, обычные вши. В душ там не водят. То есть вот 30 суток я была без душа. Передач нет. Что вообще очень... Там нет ни зубных щеток. То есть мы чистили зубы ватой, смоченной хлоргексидином 30 дней. Ну, это ужасно. Порции там маленькие. Их банально не хватает. То есть если первое время я там не ела, то после добавления 15 суток я ела уже с добавкой. Я ела много хлеба. Я пыталась наесть, но мне вечно не хватало. И я все равно вышла очень худая. То есть не хватает там даже с хлебом. Ни калорий, ничего. Клопы. Там ночью не выключают свет. То есть там, ну, это как пытка бессонницы получается. Ты спишь, но ты спишь со светом, и твой мозг вообще не понимает, что была ночь. Плюс в течение ночи два раза будет. То есть сбивают твои вот эти ритмы. Когда там жарко, то выключают кондиционер. Когда холодно, его включают. В окрестине я плакала много, да. Это было для меня шоком. Но там я плакала вот почти... Да я каждый день плакала. Я каждый день плакала, потому что это было как-то прям невыносимо. Невыносимо было представлять даже, что осталось там 10 суток. Ну, это просто очень сложно перечислить. Но там каждый день это... Если бы был ад, то сначала я думала, что в принципе жизнь бесконечная в колонии могла бы сойти за ад. Но сейчас я понимаю, что вот жизнь в окресте, но если ад есть, то если он такой, то я бы назвала это адом. Просто знать, что ты никогда не выйдешь и жить в таких условиях, это, наверное, и есть ад. И на 14-е сутки меня вызывают на 4-й этаж. Это этаж администрации. То есть туда обычно не вводят на разговор. И там меня ждет мужчина. Тоже без формы, не представляется. То есть он просто говорит... Ну, я спрашиваю, можете его представить? Зачем? Ну, зачем тебе знать, кто я? То есть он не представился. Он начал говорить со мной вот в очень странной такой манере, которая очень меня... Ну, я просто окаменела, я не знаю. Начала вот это... Третье лицо использовать. Там, Анастасия, вы предатель Родины. Вот это вот... Анастасия, вы не исправились, вы не усвоили свои ошибки, вы позорите страну. То есть начинает вот это все говорить. Так я понимаю, что, вероятно, ну, он знает, кто я, да, что это не случайный человек. Потому что, конечно, в камере понимали, что я по-другому случаю. Если там все сидят за репосты или за старые фотки, то у меня эта штука совсем другая. И было непонятно, что со мной будет. И в какой-то момент он говорит, что если сейчас я не назову хоть одну правильную строчку с гимна, то я не выйду. И я, конечно, жутко теряюсь. Начинаю с припева. В общем, я перепутываю строчки. После этого он спрашивает про день флага, герба и гимна Республики Беларусь. Но я, в принципе, не слышала даже про такой праздник. Ну, то есть, если бы это был хотя бы выходной, может, я бы и знала, но я и не знала про такой праздник. И я ему не отвечаю. После этого он говорит, что мне придется еще посидеть и подумать. И я понимаю, что он не врет. То есть, вернувшись в камеру к девочкам, они начали говорить, что, вероятно, меня просто пришли последний раз испугать. И я все равно выйду. То есть, девочки все равно меня уговаривали, что я выйду. А я вернулась в камеру, меня трясет. У меня просто какая-то жуткая полуистерика. То есть, я очень перепуганная. И в ту ночь мне приснилось, что я пою ему гимн во сне. Но на следующий день вместо освобождения меня забирают в суд. И добавляют еще 15 суток. Но он сказал, что вернется, поэтому я ждала его возвращения. И второй раз он вернулся по истечению вот этих 15 суток на 14-й тоже день. И там он уже говорил совсем по-другому. Он сказал, что мы не так начали. не говорил со мной в третьем лице. Просто начал говорить уже про запрет на выезд. Я так понимаю, что это были а-ля торги. Ну, то есть, он сказал, что... Какая-то такая формулировка была. Он сказал, что мы подумаем, снимать ли тебе запрет или ставить ли тебе запрет. То есть, как будто бы у меня опять был запрет или они собирались его вот сейчас сегодня ставить. И он сказал, что мне нельзя уезжать. Вот. Что мне дают еще один шанс. Но если я его не оправдаю, то я сяду надолго. И я ему начала говорить, что я никуда не поеду, что я уеду в Могилев. И я действительно уже на тот момент я верила в это. Мне хотелось выйти уже, ну, вот хоть как. Я ему сказала, что я выйду, поеду в Могилев, поступлю там в универ, буду жить в Могилеве, у меня там квартира, все. Тогда я спросила, могу ли я съездить к парню, к Егору. Ну, я просто спросила, могу ли я съездить. А, я у него спросила, могу ли я съездить просто на выходные. Он говорит, зачем, к парню? Я такая, я понимаю, что, ну, он знает, а у нас же с Егором ни фоток общих в Инстаграме, ничего, мы же не успели даже как-то типа фоткаться. Ну, то есть, это значит, что он как-то следит за моим телефоном, или что, ну, то есть, у меня телефон в РВД не оставался, у меня сразу начинается вот так. Я понимаю, что он знает про Егора. Я спрашиваю, окей, может ли он приехать ко мне? Ну, Егор-то выехал законно, все, и он говорит, не могу тебе сказать, думаю, что нет. То есть, я вообще, я сижу, и у меня было такое ощущение, что вот сейчас решается вся моя судьба, когда я поняла, что, поэтому я подозреваю, что это КГБ. Поэтому у меня есть подозрение, что это человек, который занимался делом студентов, потому что это было похоже на личную неприязнь. Это было похоже на что-то, ну, супер такое межличностное. Плюс он сказал, что он приехал во время отпуска. Да. Вот. И тогда он сказал мне, что если я уеду и начну говорить, ну, как он сказал, что-то типа врать о Беларуси, говорить вот эти все выдумки, то меня найдут везде, потому что свои люди есть везде. То есть, также была применена угроза, вот с которой я живу до сих пор. И, ну, в итоге, в конце он просто пошутил, что-то вроде, может еще посидишь там. Я говорю, нет, я хочу домой. Спросил, как кормят, я сказала, классно. Я уже была готова на все, что угодно. И все, он ушел. И я почувствовала, что да, я выйду завтра. То есть, уже у него было такое настроение, я понимала, что я выйду, но я понимала, что, наверное, я никуда не поеду, потому что меня задержат просто на всего. Но нет, я решила рискнуть в последний раз и не прогадала. Ну, как-то начали все в итоге попадаться новогоднее видео, и мне, и мне вспомнился, вот, Новый год, еще Могилевский. И мне, честно, как-то так пробило, что я бы хотела вернуться, именно, не то, что это прям в Беларусь сейчас, а вот тогда в юность, мне там было лет 14. Ну, это юность, что же? сейчас я молодая, там была юность, вот, и вернуться, прогуляться там до ЦУМ, ну, в общем, именно вот по Могилеву небольшая таска у меня есть, потому что я после освобождения из колонии не успела туда съездить, и последний раз я там была на выборах, получается, вот, и как-то немножко заскучала. Я не считаю, что мой дом, это вот в Минске, это съемная квартира, да, это не помещение, у меня дом, это люди, с которыми я нахожусь, поэтому, я скучаю, конечно, больше всего по маме, я очень хочу, чтобы она была рядом, но в остальном я чувствую себя дома и чувствую себя комфортно. Тут. Тут. Ну, когда я вышла из колонии, я сходила к психологу один раз, она мне сказала, что мне колонию прорабатывать почти не нужно, что я совсем справилась, что я молодец, как бы все окей. И в Минске, в принципе, у меня есть проблемы, были те же мерещися, ну, лиса, которые мне мерещились, каких-то старых знакомых или сотрудников, но это не мешало мне жить. В целом, все было хорошо. Но потом, где-то в марте, я, я очень активно выстроила себе жизнь, то есть я вышла, и на девятый день я уже пошла на работу, и на танцы, и курсы, и я дома, и занятия английским, короче, у меня вот так вот каждый день просто проносился. В какой-то момент я обратилась сразу к психиатру, потому что все как бы было нормально, но у меня были жуткие бессонницы, просто, ну, вот, самые настоящие бессонницы, когда ты просто не спишь. Просто я спала ночь через две условно, я не могла уснуть, и я почти перестала кушать, то есть у меня исчезло чувство голода, но при этом, как бы так, у меня все было хорошо, у меня вот Егор в телефоне, и тут вот мы снимаем запрет, но это все понятно было самообманом. психиатр сказал, что у меня, вероятно, атипичная депрессия минский, вот, то есть никогда человек не может там стать с кровати, а наоборот, когда он накидывает на себя кучу дел, чтобы вот так вот уйти, но я с этим совсем не согласилась, он мне назначил антидепрессанты, я сказала, я не буду их пить. Психиатр вообще, я первый раз к психиатру попала уже после больницы, когда я попала в больницу с попыткой суицида, я наглоталась тех антидепрессантов, которыми назначил минский психиатр, вот, то есть мама просто положила их в чемодан, когда я уезжала, и вот они в такой момент пригодились, ну, мне сложно сказать, что я чувствовала, эта идея, она не была какой-то выношенной, то есть я просто сделала это, и все, я выпила 70 таблеток, и мне стало нехорошо, буквально в течение часа Егора я специально послала куда-то по делам, то есть чтобы это сделать, я ему сама сказала, ну, то есть по телефону, я ему сказала, что мне плохо, помоги мне, и он начал расспрашивать, что, в общем, он вызвал скорую, и когда они приехали, первой приехала полиция, то есть здесь так устроено, не то что приехала, зашла в квартиру, и получилась ситуация, как вообще вскрылось, то, что это прям по ТСР, по ТСР, после чего мне его поставили в больнице, я увидев полицию, начала умолять, чтобы меня не увезли в Беларусь, я начала плакать, я испугалась, сотрудники ничего не поняли, то есть они не поняли, куда они приехали, они спрашивали, кто мы, откуда мы, Егор им показывает паспорта, объясняет, что мы бывшие политзаключенные, что я боюсь, что меня увезут в Беларусь, полиция начинает мне объяснять, что ты тут никому не нужна, тебя сейчас никто не повезет, а я просто была уверена, что меня сейчас повезут на границу, или депортируют, и когда мы ехали в скорой, мы ехали очень долго, потому что она была на крайнем, я увидела просто в скорой, ну, у меня уже было такое состояние, я не отключалась, но уже было все, то есть у меня все плыло, я вот такая вот вся никакая, я увидела сосны, и я просто в секунду поняла, что точно везут на границу, вот мы уже почти на ней, я начала это говорить Егору, то есть он ехал со мной, и я была настолько уверена в этом, что Егор пошел у водителя спрашивать, куда мы едем, то есть он сказал, что он тоже в какой-то момент подумал, что мало ли, ну, ночь я провела в реанимации, и вот там у меня начались галлюцинации, и меня привязали к кровати, то есть здесь так положено, в реанимации, но как это можно было мне объяснить после всего произошедшего со мной, конечно, я была в жутком состоянии, я очень пугалась всех врачей, я помню просто, что они все ходили на меня как посмотреть, типа, что это за она там, девочка, которая так боится вернуться в Беларусь, и наутро ко мне пришла психиатр, то есть ночь реанимации, меня там все промывали, капельницы, вот это все делали, и наутро пришла психиатр, и уговорила меня побыть в больнице, ну, то есть потом я поняла, что я не смогла бы выписаться, я очень просилась домой, я очень просилась к Егору, но я первые три дня, то есть Егор приезжал ко мне вот от начала положенных часов приема до конца, и он помогал мне вставать, ну, то есть я сильно отравилась, скажем так, я не уверена, что там прям был риск жизни, потому что скорую, ну, относительно быстро вызвали, да, там не через несколько часов, а через час условно, но мне было сложно вставать, у меня была жуткая слабость, меня тошнило, я не ела вообще почти, вот я там первые три дня чуть-чуть что-то там укусила, и все, вот, ну, больницу вот так я провела неделю, ну, и по освобождению из, по освобождению, по выписке из больницы, да, мне поставили ПТСР, назначили таблетки, ну, и так вот началась моя история лечения, произошла ситуация, которая послужила триггером, вот, без которой я бы этого ни за что бы не сделала, потому что я ценила жизнь, и, освободившись, мне нравился каждый день, то есть, я кайфовала от солнца, от еды, от того, что я могу сходить в кофейню, то есть буквально от всего, от возможности встретиться с девочками, там, с подельницей, с теми же, 90% времени, я супер веселая, и сейчас меня очень затянуло вот творчество, меня очень затянули танцы, меня очень затянуло, в принципе, знакомство с кучей людей, связанное с белорусской тематикой, которые до сих пор продолжают как-то что-то в этом направлении делать, и я чувствую себя хорошо, но всегда есть вот это но, вот это но, какое-то теневое, которое присутствует, все равно мне снятся кошмары, все равно мне трудно спать, все равно мне иногда страшно, иногда может что-то примерещиться немножко, ну, то есть, есть еще моменты, вот, и даже в работе с психологом мы еще не начали прорабатывать колонию, то есть, все это время, два месяца, почти уже третий месяц, она просто выводила меня в стабильное, после попытки суицида, чтобы я просто пришла в какой-то, не говорить крепкое состояние, а нормальное, то есть, чтобы можно было как-то это копать, и когда я попала в больницу, мне Яна Арабейко принесла целую сумку всяких карандашей, фломастеров, мелков, ну, чтобы я рисовала, я не рисовала, и у меня как-то вот была такая пустота, я сказала Егору, что я больше никогда не буду рисовать, а потом мама передала мне папку со всеми вот рисунками с колонии, совсем-совсем, и посмотрев, я все показала Егору, все с колонии, все рисунки, это только с колонии, да, вышивки, и его это настолько тронуло, ну, как бы, он просто выпал куда-то, и потом на балконе мне сказал, что я когда-нибудь что-то великое нарисую, это точно, вот что-то вот в этом роде, и я даже не помню день, когда я первую картину нарисовала, а, нет, помню, это вот эта боль, вот после того, как прошел одиночный пикет, остались наручники, я увидела просто в тайгере холсты, холсты, ну, супер бюджетные, и просто мне пришла в голову идея засунуть наручники в картину, мне показалось, что это круто выражает, что это вот, ну, придает ей какую-то жизнь, и я вот эту картину нарисовала, просто всунув туда наручники, и дальше понеслась, ну, просто понеслась, то есть я начала каждый вечер или через вечер что-то рисовать, и постоянно идеи всплывают, и, да, они все похожи, то есть они все как из одной серии, это Беларусь, там везде черно-бело-красный, где-то брызги крови, наручники, какие-то руки, то есть вся тематика едина, но мне идеи разные приходят каждый день, буквально. Только сказать, что на удивление, это хоро-какческие. Да, это очень качественные наручники, вот именно, что, ну, то есть они тяжелые, они сделаны очень добротно, потому что мы посмотрели другой вариант, там, в три раза дешевле, но это было вообще, вообще как пластмасса какая-то, эти, они такие достаточно увесистые. По оценкам экспертов, очень правдоподобно. Да. У меня всегда ощущение, что словами я не передаю, ну, вот мне сложно подбирать кучу синонимов, к слову, там, мне было больно, мне было страшно, то есть мне было страшно, вроде и там, и там, и там, но мне кажется, это слово настолько стало привычным, к сожалению, нам, что люди его пропускают, они не акцентируют на него внимание, и как будто недостаточно слов, чтобы выразить это, а картины, это мой способ выражения, вот этой эмоциональной части, то есть фактически хронологию я могу рассказать словами, да, но как я чувствовала себя при этом, я словами выразить полностью не могу. Он тяжелый очень, видишь? Он держится, но свисает, но, наверное, так даже лучше, да, эффект падения. Тогда он более в движении находится. Тебе. И поэтому картины помогают мне это все выражать, выражать мою боль и общую боль, потому что есть картины, которые я ассоциируюсь с общим положением в Беларуси сейчас, к сожалению, все мои картины мрачные, но, наверное, потому что нынче такая ситуация, когда просвета, к сожалению, не очень это видно и все только усугубляется, но это способ мой действительно выразить эту боль. Когда приехала, я очень хотела вновь приобрести свой флаг семейный, как я говорила Егору, и вот мне подарок прислали. Первый флаг, свободный, конечно, после освобождения из колонии флага у меня не было, поэтому теперь это мой первый, первый свободный флаг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok